Встречайте новое такси в Краснодаре! Здрасьте, а я с детьми не беру, кресла нету. Всем привет, с вами Дим Такси на связи. Сегодня мы работаем в городе Краснодар по тарифу комфорт и эконом. Сейчас у нас время 13.39, вторник мы начинаем работать. Поехали! Нажимаем кнопочку на линии, заказик пришел. Принимаем, обновляем пробег. Алло, проедите, пожалуйста, вперед. Я специально зашла к вам, вышла и точку указала, зашла к вам. Все, у меня клиент сейчас вышел, я сейчас за вами подъеду, хорошо? Я в черном пальто стою. Да, я вижу вас, все хорошо. Следующий заказик пришел. Поедем с вокзала на Бургасскую. Вокзал сразу пришел. Ребят, ну в общем ехали 20 минут по Яндексу, 148 рублей 6 километров. Это полное очко. Сейчас посмотрим дальше, следующий заказ мне прилетел. Сейчас поеду забирать человека. С Бургасской на Ставропольскую. Сегодня планирую быть на линии примерно 10 часов. Посмотрим, что там. Здрасте, я с детьми не беру, кресла нету. Перезаказать машину вам нужно и указать детское кресло. А вы вот здесь же до этого самого, до этой линии. Куда? Ну все равно сейчас на Ставропольскую выйдем. Детми никуда не остановись. Слушай, вот здесь до этого самого, до Таманской. До Таманской? Да. Рядом, здесь недалеко. Мы далеко не поедем. Там где этот... После Таманской вот Шевченко и там справа... Во всех видео я говорю исключение. О том, что с детьми я не беру никогда. Но сейчас у меня был заказ. Человек меня реально умолял. Пришлось его взять с ребенком, отвезти там пять минут. Чтобы я рисковал. Но больше брать с детьми я точно не буду. Потому что я ему сказал, что вы экономите, а я рискую. И пассажирами, и штрафом. Ребят, ну в общем, минут двадцать. Сидел, ждал заказ, не выдержал. Пошел. В общем, кофе попил. Прилетел заказ. Мне по комфорту, представляете? Заказов вообще по комфорту нету. Вот просто их нету. Один прилетел. Сейчас еду с Северных мостов на Уральскую. Заказов по комфорту нету. В районе Сормовской. Но есть важная новость. Скоро такси еще будет большим дном. Мусорной помойкой. Почему? Да потому что в Краснодар заходит Диди такси. Кто не в курсе, что за агрегатор? Посмотрите в интернете, на ютубе ролики. Вы увидите все отзывы водителей. Итак, мне агрегатор прислал смс о том, что Диди такси в Краснодаре заходит в начале апреля. Срочно регистрируйтесь в водителе и скачивайте приложение. Начнется жара. Я вам говорю, потому что Яндекс, Ситимобил, Диди это будет просто большая конкуренция. У Яшки, наверное, будут большие кэфы. У Ситика я не знаю. Я в нем не работаю. Поэтому Диди такси, наверное, будут катать своих пассажиров бесплатно. А водителям, как мне написали, по 15 тысяч платить гарантированный доход. Пока условия я еще не знаю. Сказали, условия будут в конце месяца этого. Я еще вам видео подробно выложу. Так что ожидаем Диди такси. Я думаю, в Краснодаре он тоже долго не продержится. Потому что здесь Яндекс сильный. Прилетел заказик по комфорту. Мы едем с Уральской на Кирово в центр. Ага, в центр. Хуй вы угадали, блин. В Пашковку нахуй. Есть такой же адрес Кирово. В Пашковке. Завершил заказ по комфорту. Поездка моя составила 20 минут. То есть 20 минут в пути, по деньгам 200 рублей. Я думаю, это нормально. Вот стою в Пашковке. Смотрите, прикол. Оп. 8 баллов пробка. В Пашковке кэфов вообще нету. И по городу тоже. Вот. Где-то там центр. Знаете, такие места. Вот. Но 8 баллов пробка. Это уже как бы не смешно. Это серьезно. Надо на комфорте пока сидеть. Пока не дадут везде кэфы. Как дадут везде кэфы, тогда будем кататься. Дорогие друзья. Ну, в общем, комфорт долго приходит. Я плюнул на все. Теперь я выхожу на экономию работать и на комфорте. Будем катать все подряд. Реально. У меня нету сил просто вот сидеть и ждать с моря погоды. В 6 часов 17 минут по заказам я сделал 1135. 8 заказов я сделал. Пробег 46 километров. Скажем так. Ну, вообще ничего не сделал. Поэтому сейчас вот пробка. 9 баллов. Сейчас едем на следующий заказ. Я включил эконом. А в итоге пришел мне комфорт. То есть, ждал комфорт, сидел и комфорта не было. А в итоге пришел комфорт. Вот следующий заказ. Пробочка. Смотрите. 9 баллов. Это просто трэш. Сейчас начнется жесткое порево в пробку. Поэтому не знаю, как будем работать. Субтитры сделал DimaTorzok